Добрый день, меня зовут Дмитрий Заграничный, и я обычный студент факультета информатики и вычислительной техники Чувашского университета. Наверняка многие из вас слышали такие слова, как биткоин, искусственный интеллект или вай-фай, которым мы все любим пользоваться. В этой передаче мы расскажем простыми словами о вещах, которые ежедневно окружают нас и делают проще, даже если вы этого не замечаете. Пожелаю вам только расслабиться и сделать себе чаю, потому что мы будем говорить о будущем, которое уже наступило. Просто это шоу придумал Илон Маск. В России сейчас эпоха перемен. Цифровизация внедряется во все сферы жизни. Все обыденные процессы становятся простыми. Покупка товаров и услуг, общение с друзьями и многое другое. А эти технологии окружают вас дома, на работе или учебе. И даже в бизнесе. И мы решили спросить у обычных студентов и школьников, что же такое цифровизация и как они ее понимают. Для меня это переход от каких-то материальных носителей к более компактным и, возможно, которые работают на каких-то беспроводных технологиях. В первую очередь это внедрение каких-то современных технологий в различные сферы нашей жизни. Сейчас все больше и больше устройств подключаются к интернету, входят в сеть, чтобы сделать нашу жизнь легче. Я думаю, что цифровые технологии, это приносит какую-то пользу. И есть какой-то и минус в этом. Не могу сказать, что 100%, что это плюс. Следующий ход в таких случаях – послушать умного человека, который в этом точно разбирается. И мы обратились к такому. Кристина Майнина, министр цифрового развития информационных технологий массовых коммуникаций. Главный вопрос, на который мы ищем ответ – что же такое цифровизация? Ну, вообще, цифровизация – это, конечно, такое комплексное понятие. Если говорить простым языком, то это сокращение цепочки, сокращение издержек и упрощение, в принципе, процесса получения какого-либо результата. Можно так сказать. Если говорить про жителей, то это легко и удобно получить какие-то сервисы. Это сервисы для граждан в электронном виде. Если говорить про предприятия, то это возможность оптимизации своих внутренних бизнес-процессов и упрощение получения конечного результата во времени, соответственно, с наименьшими издержками и какими-то потерями. Цифровизация и цифровая трансформация – это, прежде всего, произменение, произменение традиционных подходов, произменение мышления и выработки каких-то более оптимальных и легких путей. А можно на каком-нибудь явном, ярком примере объяснить, какую пользу цифровизация несет для жителей? Таких примеров очень много. Люблю приводить пример. Например, такси – очень простой пример. Это полностью перевернуло бизнес. Бизнес именно предприятий, которые традиционно вызывали такси, все звонили по телефону, заказывали им, перезванивали. А сейчас просто ты в приложении с помощью агрегатора выбираешь нужный адрес, и тебе машина назначается. Причем пользователи как сами вошли в эту платформу с точки зрения водителей, так же и непосредственные клиенты так же вошли в платформу, и платформа всех объединила и создала абсолютно новые отношения. И тот, кто ее создал, он получает хороший профит благодаря вот такой идее. То есть нам легко и удобно, как жителям. Водителям, я думаю, так же легко и удобно. Ну, а традиционный какой-то бизнес в этом направлении, он просто отвал. Или, например, хороший пример выплаты от 3 до 7 лет, которые получили в прошлом году все россияне, у которых есть дети. Не надо никуда было ходить, никуда нести никакие документы. Все зашли на госуслуги, отдали заявление. Буквально в один клик, написав только заявление, указав там реквизиты своей банковской карты, можно было получить на карту 10 тысяч рублей. Вот яркие примеры. И, в принципе, то, что касается госсектора, сейчас все стремится, все органы власти и федеральные, и региональные стремятся именно к упрощению, к минимизации тех документов, которые мы носили постоянно на бумаге. Все должно быть в один клик. Следующий вопрос. Интересно, что же нас ждет в будущем, в эпохе цифровизации? Очень хороший вопрос. На самом деле сейчас информационные технологии развиваются галлопирующими темпами. Станем ли мы киборгами? Не знаю, возможно. Возможно. Заменит ли нас искусственный интеллект? Да, как бы тоже это все возможно. Над этим работает масса людей. Но я считаю, что все равно мир разделится на две половины. Есть часть людей, их будет большинство, которые потребляют эти технологии, и люди, которые будут создавать эти технологии. То есть их, конечно, будет меньшинство, но они именно творцы, занимаются, можно сказать, такой творческой деятельностью, а все остальные все это просто потребляют. Я думаю, будет так. Посмотрим, что будет с нами. Будет точно интересно. Да, будет точно интересно. Пожалуй, основной сферой, где стремятся применять цифровизацию в России и других странах, является экономика, которая сегодня постепенно становится цифровой. Есть даже национальный проект с одноименным названием. Проявлениями цифровой экономики являются онлайн-услуги, торговля через интернет, электронные платежи, краудфандинг, реклама в интернете и многое другое. Трансформация в цифровую экономику позволяет гражданам получать доступ к участию. В бизнесе цифровая трансформация способствует оптимизации и повышению точности работы, предполагает переход компаний на электронные платформы. В промышленности цифровизация компаний позволяет вывести на качественно новый уровень. Ряд процессов, включая проектирование, управление предприятием. В здравоохранении цифровая трансформация идет по нескольким направлениям. Самое популярное сейчас — создание гаджетов, позволяющих дистанционно мониторить состояние здоровья человека. Кроме того, использование специальных алгоритмов позволит быстрее ставить диагноз, снизить количество врачебных ошибок, ускорить разработку новых лекарственных препаратов. Переходим к самому интересному — образование. Цифровая трансформация системы образования, в первую очередь, предполагает оснащение школ и высших учебных заведений с современными цифровыми технологиями, которые призваны повысить доступность обучения и обучающих материалов для всех. Также, возможно, в будущем будет сделан упор на онлайн-образование, когда ученики при желании смогут получать знания, не выходя из дома. Технологии позволят собирать информацию о жизни с помощью камер, а также прогнозировать обстановку, связанную с транспортом, преступностью, экологией. Собранные данные будут анализироваться искусственным интеллектом, который сможет выдавать рекомендации по улучшению разных сфер. Цифровая трансформация уже постепенно приходит во все сферы жизни каждого человека, и со временем она будет становиться все более явной и заметной. Главным произведением искусства эпохи цифровизации в России можно считать сайт под названием «Госуслуги», или, как его любят называть те, кто его делал, «Портал государственных услуг Российской Федерации». Сразу раскрою секрет. В нем можно найти все, буквально. От получения паспорта до регистрации брака. От покупки и оформления автомобиля до советов по путешествиям и получения визы. Остаются только простые шаги регистрации для начала пользования. Ну и на этот случай у вас всегда есть дети, которые готовы потратить 5 минут. По крайней мере, у меня было так. Основная польза «Портала государственных услуг» — все, с чем сталкивается человек во взрослой жизни, есть под рукой. Никакой беготни по большому количеству зданий, центров, поликлиник или даже вузов. Особенно, если вы живете в большом городе. Нас сегодня интересует только один главный вопрос. Что же такое «Портал государственных услуг»? Портал «Портал государственных услуг» является единой точкой входа для граждан при взаимодействии с государством. Он позволяет упростить, сделать этот процесс более прозрачным, понятным, незащищенным. Он позволяет гражданам буквально в пару кликов получить тот или иной сервис, не выходя из дома, не заполняя многочисленные заявления, квитанции на оплату и так далее. Достаточно взять в руки телефон или планшет и получить необходимую услугу. Если мы говорим о цифрах, сколько человек в Чувашской республике зарегистрировано на портале? По нашим данным, более 770 тысяч граждан зарегистрированы на портале «Госуслуг» и используют этот удобный сервис в своей повседневной жизни. На государственном портале каждый указывает свои персональные данные. Давайте поговорим об их защите, как же они защищаются. Интересный вопрос. На самом деле он состоит из двух частей. Во-первых, хочется сказать о том, что сама инфраструктура этого портала, включая государственную информационную систему, которая участвует в предоставлении государственных услуг посредством этого портала, защищены в строгом соответствии с законодательством, соблюдением всех необходимых требований, в этой части беспокоиться не стоит. Касаемо мошеннических действий в отношении портала, здесь хочется отметить, что сотрудники портала, сотрудники техподдержки никогда не обращаются к гражданам с целью получения каких-либо сведений, будь это сведения о кредитных картах или иных банковских реквизитах, или сведения о серии номера паспорта, логине, пароле портала. Все это происходит посредством информационного взаимодействия. Какие самые популярные услуги на этом портале? Здесь хочется отметить, что действительно популярностью большой пользуются услуги социальной направленности, будь это запись в детский сад, запись в поликлинику, получение социальных пособий. Кроме того, портал позволяет и сэкономить средства при взаимодействии с государством, например, при оплате штрафов с 30-процентной скидкой, либо постановке автомобиля на учет. В этом году порталу уже исполняется 12 лет, он меняется. Что же нас ждет в будущем? Мы непрерывно работаем над тем, чтобы сделать этот сервис более прозрачным, понятным и, самое главное, проактивным. Например, вы обратились за услугой по получению свидетельства о рождении на ребенка. Портал вам предлагает поставить ребенка на учет в детский сад, получить очередь. То есть мы работаем именно над тем, чтобы минимизировать взаимодействие гражданина с государством и сделать его более комфортным. В нашей программе нам не нужны умные объяснения, поэтому переходим к простому и нужному. Регистрация. Регистрация на портале госуслуг выглядит следующим образом. Открываем сайт, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться», вводим в свободные поля фамилию, имя, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. А затем снова жмем на кнопку «Зарегистрироваться». В открывшемся окне вводим уникальный код, который система направила на номер телефона, указанный при регистрации. Заполняем профиль пользователя, указав в нем свои персональные данные, СНИЛС и реквизиты паспорта. После проверки корректности указанных сведений и присвоения учетной записи статуса «Стандартная» необходимо подтвердить личность зарегистрированного. Последним этапом является процедура подтверждения личности. Без этого всеми возможностями сервиса пользоваться не получится. Подтвердить личность можно любым из следующих способов. Посетить специализированный центр обслуживания пользователей. Полный перечень таких центров размещен на портале госуслуг. Воспользоваться мобильным приложением банка. Можно заказать код для подтверждения личности по почте. Информация направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Получить письмо можно, только предъявив сотруднику почты паспорт. Ввести код нужно в специальное окно на странице идентификации. В принципе, портал будет полезен для каждого человека, потому как практически все мы пользуемся различными государственными и муниципальными услугами. На сайте госуслуг вы сможете не только ознакомиться с подобным описанием той или иной услуги, но и воспользоваться ими. Например, вы сможете оплатить налоги через госуслуги, подать заявление в ЗАГС, заказать справку о составе семьи, получить выписку из ЕГРП, получить загранпаспорт и многие другие. Ресурс действительно обладает большим спектром возможностей и может быть для вас весьма полезен. Разумеется, не все услуги могут быть предоставлены через сайт. К примеру, если вам нужно заменить паспорт или оформить автомобиль, вам все равно придется лично посетить соответствующие инстанции. Впрочем, это не значит, что нельзя через госуслуги зарегистрировать машину или получить паспорт. Вы сможете оставить заявку на получение необходимой услуги, а после явиться в назначенное время за услугой. Что касается непосредственно получения той или иной услуги через портал госуслуг, то здесь проблем возникнуть не должно. В помощь вам подробные инструкции, которые вы сможете найти на сайте. Главная проблема, с которой вы можете столкнуться – отсутствие подтвержденной учетной записи. Как отмечалось ранее, большинство функций портала недоступно, если пользователь не подтвердил свою учетную запись. Этим порталом можно пользоваться всегда и везде – на официальном сайте, в мобильном приложении. А еще у этих ребят есть группа в Твиттере, Фейсбуке, группа ВКонтакте и Телеграме. Особенно людей в возрасте порадует то, что они есть в Одноклассниках. Модный портал. На этом мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Не скучайте, учитесь и входите в эпоху цифровизации, потому что будущее уже наступило. Субтитры создавал DimaTorzok